Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки. Ну сейчас за прошедшие двое суток. Обзор будет удлиненный. Мы постараемся охватить и субботу, и воскресенье. Событий произошло очень много, в том числе и трагических. Сегодня в городе Харькове объявлен траур по жертвам расистского террора. Российская Федерация ударила по строительному гипермаркету Эпицентр в разгар выходного дня. По предварительным данным в Эпицентре могли находиться около 200 человек. На данный момент число погибших в этом горнилище огня и ужаса составило 18 человек. 48 человек пострадали и 5 человек считаются еще до сих пор пропавшими без вести. Ликвидация пожара длилась 16 часов. Вот такой вот. Это и удар был кабами, корректированными авиабомбами. То есть это высокоточный удар, который идут по GPS навигации и они ударили именно туда, куда были координаты какого места. В то место, координаты которого были введены в головную часть вот этих УМПК комплектов, которые корректируют эти авиабомбы. Так что тут уже нельзя ошибиться и сказать, что это они прилетели неоткуда. Тем более версия Рашистской Федерации, что в результате воздействия РЭП эти бомбы одна могла отклониться, но две не могли отклониться. Они две вошли в крышу Эпицентра просто одна возле другой. Поэтому такая произошла трагедия. Сейчас у детей берут ДНК для того, чтобы опознать одного из родителей, которые могли быть в этом Эпицентре. Потому что до сих пор есть некоторые фрагменты тел, которые еще не опознаны. То есть фрагменты, все что осталось от людей. Также нельзя забывать о том, что еще в центре города комплексом С-300 были нанесены удары по зонам отдыха, где харьковчане в основном любят проводить выходные дни. И там пострадало 25, слава богу погибших нет, но 25 человек получили ранения различной степени тяжести. Вот такой вот сплошной террор устроила Рашистская Федерация городу Харькову с целью принудить всю Украину капитулировать на условиях Москвы. И вот так вот прошли в Харькове. Сегодня день траура по жертвам вот этой страшной трагедии. Но трагедия продолжается и сегодня. В том плане, что сегодня оккупанты нанесли удар по Запорожскому аэропорту. Который не работает уже столько лет, но все равно он был отстроен буквально перед войной. Реконструирован и вот теперь они пытаются превратить его в груду металла и в кучу мусора. А в общем в ночь на воскресенье была... Рашистская Федерация нанесла на массированный... Не такой уже большой, но тем не менее. Массированный ракетно-шахедный удар. Он был комбинированный. Оккупанты применили по нашей территории 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных беспилотников. В частности, две аэробаллистические ракеты Х-47 «Кинжал» самолетов МиГ-31К. Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тамбовской области Рашистской Федерации. 12 крылатых ракет Х-101, Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 район пусков Саратовская область Рашистской Федерации. И 31 ударный беспилотник типа «Шахет-131-136». Пуски осуществлялись из Приморска-Ахтарск, Ейск Рашистской Федерации и с мыса Чауда. Это украинский Крым, временно оккупированный рашистскими войсками. В результате этого противовоздушного боя с зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЭП воздушных сил и мобильными огневыми группами сил обороны Украины было сбито 12 крылатых ракет Х-101, Х-555, то есть крылатые ракеты были все уничтожены, и 31 ударный беспилотник типа «Шахет-131-136». К сожалению, две ракеты «Кинжал», баллистические ракеты достигли своих целей, потому что были применены противникам по тем территориям, где у нас нет комплексов, способных с ними бороться. А я напомню, что с баллистикой на сегодняшний день могут бороться комплексы «Патриот» и комплекс «Сам-Ти». К сожалению, у нас их мало, даже меньше, чем пальцем на одной руке, поэтому защитить всю территорию нельзя. И две ракеты достигли своей цели. Сейчас уточняются разрушения, которые они принесли в ходе их применения. Далее, воздушные цели в основном уничтожались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях. Вы видите карту, как расползлись эти дроны и ракеты по всей территории нашей страны, но и, соответственно, знаете результат, как наши силы обороны боролись с этими воздушными целями. Довольно успешно. Это что касается воздушной обстановки. Что касается сухопутной, то тут тоже фронт принес очень много новостей. К сожалению, не все приятные. А именно, и в субботу на воскресенье, и с воскресенья на понедельник за эти двое суток наши войска вынужденно оставляли позиции на различных оперативных направлениях. Мы сейчас более подробно об этом поговорим. Итак, за основу берем прошедшие сутки. И за эти прошедшие сутки произошло более 120 боевых столкновений. То есть интенсивность боевых действий на поле боя начинает возрастать. В целом, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 4 ракетных удара с применением 17 ракет, 61 авиационный удар, в том числе и с применением 98 кабов. Более 3400 огневых задач выполнила вражеская артиллерия по позициям наших войск и по населенным пунктам и объектам гражданской инфраструктуры, расположенным в непосредственной близости от линии фронта в пределах досягаемости огня артиллерии противника. Из этих почти 3500 огневых задач, 102 были выполнены с применением реактивных систем залпового огня. Также противник применил более 1000 дронов Камикадзе и других ударных беспилотных летательных аппаратов. Теперь пройдемся по оперативным направлениям. На Сиверском направлении. Начнем отсюда. Есть сведения о том, что на протяжении всей границы Сумщины с Рашистской Федерацией участились попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника. Захватчики пытаются использовать ДРГ, в частности с целью обнаружения мест расположения наших сил обороны, линий обороны, чтобы наносить туда поражение. Фактически они ведут разведку и потом туда наносится огневое поражение. Как по расположению наших войск на прикрытии государственной границы, так и по линиям или опорным пунктам обороны, которые созданы в Сумской области. То есть они выполняют фактически задачу разведки и корректирования огня артиллерии. Протяженность границы с Рашистской Федерацией, с Аркастаном в пределах Сумской области составляет где-то 560 километров. Но по имеющимся данным у врага на этом направлении пока нет такой мощной группировки, которая могла бы, применив силы и средства, достичь какой-то стратегической цели или условно дойти до Сум. Об этом нам говорит представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. То есть активизация ДРГ есть, огневое воздействие со стороны противника есть, но группировка войск противникам не наращивается, ну или наращивается очень медленно. Мы говорили, что если она стартовала еще три недели назад была, точнее несколько месяцев назад она была там порядка 10-11 тысяч, то сегодня она насчитывает там 13-13,5 тысяч военнослужащих. Это, ну это может, я бы отнесся к категории беспокоящих группировок, которые могут организовать разведку боем, да, но прорыв границы вряд ли. Все-таки на территории Сумщины граница укреплялась начиная с 22-го года, как только российские войска оставили территорию Сумщины. Далее у нас идет Харьковское направление. Тут за прошедшие сутки произошло 12 боевых столкновений. В основном атаки вражеских войск проводились в направлении населенного пункта Лепцы и Тернова. Продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Ситуация, в принципе, контролируется. Ну, здесь будем так говорить, мы остановили противника, нанеся довольно серьезные потери. Ну и противник тоже выполнил часть своих задач, а именно оттянул наши резервы от возможности использовать их на Восточном фронте. Поэтому пока что здесь такая, будем говорить, ситуация патовая. Обе стороны частично добились своих успехов, но и частично не выполнили задачу. Мы не можем разгромить час противника и выбить его с нашей территории. Ну и противник не имеет силы возможности наращивать свои усилия для того, чтобы вынудить нас увеличивать количество войск на данном направлении. Но мы продолжаем работать по нашей территории. До государственной границы мы применяем все огневые средства, которые есть в нашем распоряжении. Тут ограничений никаких нет. И сегодня главная задача нашей группировки, она состоит в уничтожении вражеских укрытий. Вот все, что они успевают там настроить, блиндажи какие-то отрыть, окопы. Вот это мы сейчас стараемся максимально уничтожить вместе с техникой и личным составом. Ну и тут нельзя не привести американский институт изучения войны, который говорит нам о том, что аналитики института, изучив материалы, говорят, что Российская Федерация пытается накопить силы на границе с Харьковской и Сумской областью. По данным собранным и проанализированным экспертами института, для растяжения фронта россияне накапливают свои силы на границе с этими двумя областями. Чтобы оттянуть и закрепить украинские силы в районе границы. То есть видите, они даже сами наконец-то пришли к выводу, что группировка российских войск, которая сегодня действует на Харьковском направлении и которая готовится к действиям на Сумском направлении, она исключительно для сковывания наших и оттягивания наших резервов. То есть это попытка Российской Федерации организовать второй фронт для наших сил обороны. В основном они предполагают, специалисты института предполагают, что это будет, если будет предпринята попытка возобновления наступления на Харьков или нового прорыва границы, предполагается севернее Харькова, может быть такая попытка. Это имеется район Гайворон-Борисовка-Пролетарский. В частности, предоставят аршистским войскам возможность начать наступательные операции на юг в направлении Золочево и Богодухово, двух украинских городов, к северо-западу от Харькова, в пределах 25-километровой зоны от границы. Или на запад, в направлении населенных пунктов вдоль трассы, соединяющей Богодухов с Сумами, говорится в отчете института. Но это опять же, не забываем, что это предположение института, еще неизвестно. Постоянно некоторые средства массовой информации пытаются нарастить эту группировку максимально. И вот некоторые пишут, что 50 тысяч уже находятся в Белгородской области. Нет, 50 тысяч это так и осталось пока группировка Север, то есть в которую входят группы войск Курск, Брянск и Белгород. Белгород остается там 30 плюс количество войск. Если бы аршистские войска нарастили группировку, поверьте, они бы уже начали атакующие действия. Они бы усилили, атакующие действия они и так производят, 12 атак в сутки. Но эти атаки уже не приносят никакого успеха. Мы их остановили на направлении Лепцы, мы завязали с ними затяжные и тяжелые бои в самом Волчанске, в населенном пункте. И противник фактически увяз вот в этих позиционных боях. Да, он атакует, но безуспешно. Несет потери, как сказал президент Зеленский, 1 к 8. Потери аршистских войск составляют только на Харьковском направлении. Далее у нас идет Купенское направление. Вот здесь враг активизировался очень сильно. 22 попытки атаковать наши позиции, 22 атаки было осуществлено за прошедшие сутки. Боевые действия происходили практически по всей линии фронта, на этом оперативном направлении. Это Синьковка и Петропавловка, и Новоегоровка, и Дружелюбовка, и Грековка, и Невская. В настоящее время, даже на данный момент, на конец прошедших суток, боевые столкновения продолжались в районе Петропавловки, Берестова и Новоегоровки. В субботу, к концу суток, враг имел частичный успех в районе Ивановского, а в концу этих суток, то есть к исходу воскресения, противник имел частичный успех в районе населенного пункта Берестова. Но, несмотря на заявление Министерства обороны Рашистской Федерации, столкновения в Берестово, в самом Берестово продолжаются. Противник имеет частичный успех, но занять полностью село ему не удалось. Так что на окраинах этого населенного пункта продолжаются боестолкновения сил обороны Украины и рашистских оккупационных войск. То есть Орки продолжают упорно пытаться захватить Берестово, хотя полного контроля над населенным пунктом они не имеют. На Лиманском направлении были отражены три попытки противника продвинуться вперед и на данный концу суток бои продолжались в районе населенного пункта Тернов. На северском направлении. Тут украинские воины отразили пять штурмовых действий захватчиков. Продолжаются боестолкновения в районе Спорного и Выемки. Ситуация на северском направлении довольно напряженная. Идут бои на окраинах Белогоровки. Здесь надо отметить, что, к сожалению, враг достиг уже практически окраин этого населенного пункта. И если раньше боестолкновения в основном были на фильтрационной станции водной, и это немножко в стороне от населенного пункта, то сейчас боевые столкновения приблизились непосредственно к самому населенному пункту Белогоровка. Но она остается под нашим контролем. Это вот, кстати, яркий пример для разоблачения очередного фейка со стороны Министерства обороны Рашистской Федерации в плане того, что Белогоровка наша. Ура! А на самом деле добежали до Крайнего дома, успели сфотографироваться, потом их прибили, наши войска там, и на этом все, как бы, Белогоровка наша на этом закончилась. Слава Богу, это ИПСО разоблачено и провалено, и сегодня оно уже не действует. Наши войска продолжают оборонять этот населенный пункт. Краматорское направление. Тут атака противника отбита возле Ивановки. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. К сожалению, враг при поддержке артиллерии и авиации имел частичный успех в направлении Часового Яра. Та часть населенного пункта Часов Яр, которая находится за каналом, который проходит через населенный пункт Часов Яр. На данный момент на Краматорском направлении Силы обороны Украины взяли под контроль ситуацию и проводят мероприятия по стабилизации линии фронта. Противник остановлен, его продвижение. Возможно, будут предприняты попытки, дабы вернуть утраченные позиции. Но на пока проводятся стабилизационные мероприятия. Далее у нас Покровское направление. Тут в течение суток рашистские оккупанты продолжили попытки вклиниваться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретина. То есть Очеретинский плацдарм у них теперь является главной опорной точкой того вклинения в нашу оборону, которое им удалось достичь. Здесь продолжаются атаки. Их было аж четыре. Также идут бои в районе населенного пункта Сокол, Уманская. К сожалению, Уманская перешла, в основном, практически полностью перешла под контроль рашистских войск. Также враг продвинулся в районе населенного пункта Сокол, Очеретина и Новоалександровки. Здесь тоже сейчас главная задача силы обороны Украины это проведение стабилизационных мероприятий по остановке противника и стабилизации линии фронта на тот момент или на том месте, где удалось противника остановить. Очень тяжелые бои на Покровском направлении, поэтому командование было принято решение оставить несколько позиций для того, чтобы сберечь наши войска и отойти на более выгодные рубежи. Далее Кураховское направление. Тут четыре боевых столкновения произошло за прошедшие сутки. В основном боевые столкновения осуществлялись в районах Красногоровки, Новомихайловки, Просковеевки и Константиновки. К сожалению, враг продвинулся возле населенного пункта Сладко и недалеко, и возле Новомихайловки. Два участка оперативного направления, где противник имел частичный успех. То же самое, ситуация очень динамичная, но остается под контролем силы обороны Украины. И здесь тоже основная задача, это сегодня проведение стабилизационных мероприятий по недопущению дальнейшего продвижения врага. На остальных оперативных направлениях, ну тут осталось Приднепровское и Кураховское, точнее Ореховское направление, извините, здесь противник особой активности и штурмовых действий не проявлял. Там все ограничивалось позиционными боями, перестрелками и обменами артиллерийскими ударами. По огневым задачам. За прошедшие сутки воздушные силы и ракетные войска и артиллерия в силу обороны Украины поразили пункт управления войсками противника, 17 районов сосредоточения личного состава и техники врага, и еще один важный объект оккупантов. Общие потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили в личном составе 1150 оккупантов, в технике и вооружении в танках 9 единиц, в боевых бронированных машинах 15 единиц, в артиллерийских системах 28 единиц, в реактивных системах залпового огня 1 единица, в средствах ПВО 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 42 единицы, в ракетах 12 единиц, в автомобильной технике 55 единиц, и в специальной технике 7 единиц. Вот такие потери в общем зачете понес враг на всей линии фронта от Харькова до Олешек. И такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях в нашей стране. Ну и сегодня понедельник, мы подводим итоги недели, как обычно и за прошедшую неделю потери вражеских войск составили, это период с 19 по 26 мая включительно, потери врага в личном составе 8900 человек. В технике и вооружении потери составили 1246 единиц вооружения и военной техники. Из них в танках за одну только неделю 86 единиц, в боевых бронированных машинах 173 единицы, в артиллерийских системах 266 единиц, в реактивных системах залпового огня 9 единиц, установок ПВО 11 единиц, корабль 1 единица утоплен, автомобильной техники 388 единиц, специальной техники 34 единицы. Вот такие вот потери понес враг за неделю с 19 по 26 мая. Ну, как видим, враг может себе позволить такие огромные потери, и поэтому продолжает, активно продолжает давить на наши силы обороны и проводить наступательные операции, не считаясь с потерями. Хотя сейчас факты говорят о том, что техники становится все меньше. И вот, кстати, на Харьковском направлении поддержка бронетехники довольно не всегда используется. Очень редко, когда бронетехника поддерживает пешие штурмы рашистских войск. Все чаще, кстати, используются мотоциклы, кстати, байки. Чаще используются гольф-кары и мотолыги, тоже МТЛБ. Вот даже сейчас партизаны наши докладывают, что из Воронежской области двинулось два эшелона в направлении Украины. Назначение эшелонов идет, это Запорожская область, то есть на усиление Ореховского, скорее всего, и, возможно, Кураховского направления. И на обоих эшелонах техника, один эшелон это МТЛБ, мотолыги, и второй эшелон это грузовики. Все, ни танков, ни артиллерии, ни реактивных систем залпового огня на этих эшелонах нет. То есть с тяжелой техникой, бронированной техникой, большие проблемы. МТЛБ, кстати, имеет только противопульную броню, то есть она может защитить от стрельбы из автомата. Уже крупнокалиберный пулемет 12,7 прошивает ее практически насквозь. Ну а МТЛБ они используют как технику для подвоза личного состава к переднему краю или к рубежу спешивания для штурма наших позиций. Вот так используют эти МТЛБ. И действительно дефицит техники продолжает сказываться и на активности, и на боевых действиях, и на успешности боевых действий. Далее поговорим немножко о военно-политической обстановке, которая происходит сегодня в мире, в нашей стране и вокруг нее. Итак, Испания планирует отправить в Украину ракеты для систем ПВО «Петриот» и танки «Леопард». Они войдут в пакет военной помощи на общую сумму 1,13 миллиарда евро, о выделении которого было объявлено еще в апреле. сообщила в понедельник испанская газета «Эль Паис» со ссылкой на свои источники. Также сегодня начался визит президента Зеленского в Испанию, и уже в ходе визита, он начался с утра, в ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Или, как их называет президент Зеленский, это договор о безопасности. Хотя там такого пункта нет. Есть сотрудничество, есть помощь в военно-техническом плане. Но наш президент называет это договорами о безопасности. Далее, в Швеции считают, что у Украины есть право бить по территории Российской Федерации. И никаких ограничений со стороны Швеции на поставленное Швецией вооружение представители этой страны не видят. Так что министр обороны Швеции лично поддержал право Украины наносить удары по территории Российской Федерации. Но у нас из того, что поставляла Швеция, самая дальнобойная это системы «Арчер». Артиллерийские системы самоходные, это автоматическая система. Там расчет два человека, командир и наводчик. Артиллерийская часть работает исключительно. Башня необитаемая, то есть экипажа в башне нету. Его нету как такового вообще. Но не считая еще раз говорю, командира и водителя. Извините, не наводчика, а водителя. Командира и водителя. Они даже не выходят из кабины, когда ведут огонь. Так что, в принципе, «Арчерами» мы можем вести контрбатарейную борьбу уже смело, не озираясь ни на что и ни на кого, с расчетской артиллерией, которая расположена вдоль государственной границы Украины. Я вам уже рассказывал, что они боятся перевозить артиллерию на нашу территорию, потому как мы довольно успешно умеем вести контрбатарейную борьбу. В НАТО обсуждается вопрос возможности закрыть небо на западе Украины. Об этом пишет немецкий Бильд. Окончательных решений по закрытию неба пока нет, но идут переговоры сразу о нескольких сферах. Первое. Мы просим начать обучение наших солдат на нашей территории, для того, чтобы ускорить эту подготовку, сократить время и затраты на транспортировку личного, на перевозку. Личного состава в европейские страны и обратно. Поэтому мы приглашаем инструкторов НАТО, натовских стран, членов НАТО или стран-партнеров, скажем так. Там не обязательно НАТО. И в принципе они не будут работать под эгидой НАТО. Они будут работать под собственным флагом той страны, в армию которой они служат. Так вот, если это будут военные инструкторы, если это будут гражданские инструкторы, то это просто будут служащие той или иной страны. Так вот, сейчас рассматривается вопрос, что если инструкторы приезжают и учат наш личный состав на полигонах где-нибудь поближе к границе в Западной Украине, то вот над местом обучения солдат вооруженных сил Украины инструкторами этих стран закрыть небо. Раз. Второе. Британия, Канада, Эстония готовы доставлять оружие и боеприпасы к линии фронта. Естественно, эти конвои будут тоже под зонтиком системы ПВО НАТО. И защита воздушного пространства западных областей Украины с зенитными комплексами НАТО. То есть, те, которые стоят вдоль границы, на всю глубину досягаемости, могут закрыть наше небо. А это 100-150 километров. Так что, посмотрим, надеемся, что в НАТО дебаты закончатся в нашу пользу. И будет принято решение закрыть хотя бы по трем пунктам, закрыть небо над нашими западными областями. Европейский Союз начал войну еще не только на экономическом, но и на идеологическом и информационном фронте. И, наконец-то, Европейский Союз вводит санкции против рашистской пропаганды. В Еврокомиссии дали разъяснение. Новые санкции Европейского Союза против рашистских СМИ подразумевают запрет на распространение или рассылку любого контента в самом широком смысле. Любого. То есть, они фактически ограничивают действия рашистских СМИ на территории Европейского Союза. Об этом уточнили в Еврокомиссии. Таким образом, ограничения должны затронуть не только телеканалы, но и сайты. При этом, работать с журналистом на территории ЕС не запрещено. То есть, рашистские журналисты могут работать, могут собирать информацию для своих средств массовой информации и распространять ее за пределами Европейского Союза. А вот на территории Европейского Союза любое распространение или рассылка контента в самом широком смысле этого слова будет запрещена. Вот такие санкции вводит Европейский Союз против рашистских средств массовой информации. Ну и два слова. Израиль все-таки начал и продолжает военную операцию в Рафахе. Хотя там очень старается Рашистская Федерация и другие организации, которые сегодня поддерживают или разжигают вот это противостояние вокруг признания и непризнания палестинского государства. И старается максимально спасти, я считаю, что спасти Хамас в первую очередь, чтобы не дать армии обороны Израиля закончить эту операцию полным разгромом и ликвидацией этой террористической организации. Так вот, за время проведения операции, за 8 месяцев, начиная с 7 октября прошлого года, когда Хамас напал на Израиль, Хамас впервые применил ракеты по Тель-Авиву. Это, точнее, это первое за 4 месяца, извините, не за 8, за 4 месяца применение этих ракет. Перехватить удалось всего несколько ракет, были попадания и разрушения в самом Тель-Авиве, а пострадавших или погибших пока не сообщается. Ну, в Израиле люди очень дисциплинированы, поэтому если сигнал воздушной тревоги звучит, они уходят в укрытие. Ну, а министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир призвал израильскую армию ударить со всей силы Парафаху в ответ. Посмотрим, как это отразится на ходе боевых действий. Ну, в принципе, я считаю, что Израиль на правильном пути, планомерно дойти до конечной точки и уничтожить организацию Хамас. Так, чтобы уже даже не было повода сказать, что кто-то уцелел или кто-то там куда-то смог просочиться и сбежать. Так что, надеемся, что они эту операцию закончат. Далее, несколько новостей из Запоребрика. Что у нас творится в Аркастане? Так вот, Аркастан, там происходит следующее. Черноморский флот Рашидской Федерации продолжает бегство с оккупированного Крыма. Позорное, я бы даже сказал, бегство. Продолжает заниматься перемещением, рашидские военные, перемещением военных кораблей с оккупированного Крыма в другие пункты базирования. Вывозится военно-техническое имущество, перебазируются сами корабли. Центр стратегических коммуникаций сил обороны нашей страны сообщает, что в данный момент пункт своего базирования меняет группа из двух ракетных катеров Черноморского флота Рашидской Федерации. А до этого полуостров покинули еще пять судов, в частности противоминные тральщики. Помните, изначально вот последний корабль, крайний корабль, который мы потопили, там считалось, что изначально говорили, что вроде как поврежден минный тральщик. Потом выяснилось, что оказывается попали все-таки в малый ракетный корабль «Циклон». А тральщики Рашидская Федерация быстро увела в Новороссийск. Также перемещают корабли в Краснодарский край, ну и соответственно в Новороссийск. С такими темпами в ближайшие несколько месяцев в нашем Украинском Крыму остатков Черноморской флотилии мы не будем наблюдать вообще, от слова совсем. Так что это хороший знак, что они покидают Крым. Далее, сегодня ночью, точнее вчера ночью, 26 мая, наш украинский дрон атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей «Воронеж-М», которая расположена в городе Орск в Оренбургской области. Об этом утверждает источник «Украинской правды» Главного управления разведки Министерства обороны Украины. То есть ГУР, ну будем так, неофициально взял на себя ответственность за нанесение этого удара. Так, самое интересное здесь то, что дрон, это рекорд по дальней, 1800 километров, более чем 1800 километров пролетел этот дрон. Если ранее отмечалось, что станция, помните, Башкирский Салават, город, там была станция дальнего обнаружения повреждена, загоризонтная. Так вот, вот эта станция в районе города Орска на 140 километров дальше от той станции, которую поразил дрон в Башкирский городе Салават. То есть дроны продолжают наращивать дальность своего боевого применения, продолжают наносить врагу. Это, кстати, очень символично. Вот такой удар символичен тем, что рашистское командование, ну вот помните, я говорю, что они распиарили вот эту операцию по тренировке, из обычной тренировки весна и осень, два раза в год проводится тренировка с ядерными силами, стратегическими и нестратегическими ядерными силами. Так вот, Путин распиарил, там отдал приказ в прямом эфире практически на начало проведения тренировки с ядерными нестратегическими силами. И как раз, когда они отрабатывали, ну я вам рассказал, как проходили учения, кто отмотайте несколько, на прошлой неделе ролик, где эти учения я расписывал и о них говорил, что они там не совсем то показали, что должно было проходить на этих учениях. Ну не важно. Важно то, что вот эти загоризонтные станции, они именно предназначены для раннего обнаружения пусков баллистических ракет. И странами-членами НАТО по территории Рашистской Федерации. То есть для того, чтобы Рашистская Федерация успела, как в Советском Союзе было написано в статье номер один боевого устава, чтобы нанести ответ на встречный ядерный удар. То есть пока ракеты в воздухе, сделать максимальный залп в ответ. А дальше уже, почему и говорили всегда, что теория состоит в том, что с началом ядерного апокалипсиса последствия этой ядерной войны непредсказуемы. А количество боезарядов, которые может использовать человечество, намного превышает возможности или необходимое количество для уничтожения планеты Земля. Или во всяком случае жизни на планете Земля. Ядерная зима там и все остальное, как расписано в теории войны, в теории всемирной ядерной, мировой ядерной войны. Поэтому повреждение, даже просто повреждение этих станций, вывод их из строя, соответственно постановка на ремонт, лишает Российскую Федерацию возможности наблюдать. И там еще есть особенность, что эти станции не могут работать по одиночке. То есть если их должно быть три, значит они должны работать все три. И сопоставляя данные, они приходят к аналитическому выводу, где находится место старта. Если выпадает хотя бы одна-две станции из этого обзора, то точность определения координат пуска в ракеты или их заметность резко падает. Для вот этих загоризонтных станций. Мы повреждаем уже третью станцию. Салават, Краснодарский край и вот сейчас Орск. Третья станция. Так что фактически это по одному глазику выкалываем Российской Федерации в плане возможности ее систем противоракетной обороны заблаговременно обнаруживать пуски или на ранней стадии обнаруживать пуски баллистических ракет. А это значит, что противоракетная система не сможет своевременно отработать по... развернуться и отработать по вот этим летящим ракетам. Так что тут мы убиваем как бы двух зайцев. С одной стороны мы помогаем себе тем, что закрываем возможность... отнимаем, точнее, возможность у Российской Федерации контролировать все небо над Украиной. Они могут с помощью этих станций обнаруживать взлет наших самолетов. Когда они идут на боевое применение, таким образом мы себя как бы защищаем. А с другой стороны мы помогаем еще и НАТО в ядерном противостоянии с Российской Федерацией. Потому что НАТО не может не реагировать на вот эти выпады со стороны расшистов в отношении бряцания ядерным оружием. Или, как мы привыкли говорить, размахиванием ядерной дубины. Также сегодня ночью, вот эта прошедшая ночь была неспокойной и для Орловской области. В районе города Ливны беспилотники атаковали две топливозаправочные станции. Одна из которых находится в непосредственной близости от Ливенской нефтебазы. Там еще есть нефтебаза. Так что вполне возможно, что будут повторы. Потому что, ну, вы знаете, с нефтебазами мы очень-очень любим бороться. Причем мы не забросили эту тему, переключившись на нефтеперегонные заводы, мы не забросили тему борьбы с нефтебазами. Потому что вот сейчас, например, из Луганской области разведка и партизаны говорят, что есть дефицит топлива для расистских войск. То есть тяжелая техника не хватает. Заливают неполные баки, заливают уже с лимитами. Почему? Потому что топливо необходимо подвозить непосредственно на линию фронта. Мы довольно большое количество баз уничтожили. И еще экономисты очень интересное такое сделали наблюдение. То есть не то что наблюдение, они посчитали. Они провели анализ расистского рынка топлива. Ну, во-первых, цена пошла вверх. Только за одну неделю там высокооктановые бензины прибавили там до полутора рублей за литр. Это первый момент. И второй момент на сегодняшний день по сообщению экономистов. Кстати, это статистика официальная, расистская. Сами же они посчитали это все. Так вот, на сегодняшний день в результате повреждений и необходимости ремонта простаивает 12% мощности по производству топлива. Или, да-да, бензина и дизеля. То есть разных видов топлива. 12% мощности сегодня стоит колом и не производит топлива и бензин. Так что, допустим, вопрос, кстати, подходит же к концу запрет. Точнее нет, еще не к концу, еще пару месяцев осталось. Но они пытались там поднять вопрос о снятии запрета на экспорт бензина. То нет, о ни о каком снятии экспорта не может быть и речи. Начинается дефицит на внутреннем рынке и дефицит уже иногда доходит до линии фронта. Пока еще не полностью, но уже точечно мы можем создавать дефицит путем уничтожения нефтехранилищ непосредственно или в оперативной глубине за линией фронта. Ну и в бишенкой на торте сегодняшнего выпуска будет ситуация с движением Талибан. Талибан это официально, официально, подчеркиваю, на уровне ООН признана террористическая организация. Талибан официально запрещен в Рашистской Федерации на законодательном уровне. Так вот, Российский МИД и Министерство юстиции Рашистской Федерации рекомендовали нелегитимному Путину, что запрещенный в стране, в Рашистской Федерации, Талибан можно исключать из списка запрещенных организаций. Об этом сообщает ТАСС, Рашистское агентство, со ссылкой на представителя нелегитимного Путина по Афганистану. Так что, то, что рашистские власти давно поддерживают контакты с Талибами, они неоднократно на официальном уровне принимали. С ними даже Лавров встречался, министр иностранных дел Оркастана, и проводил с ними переговоры. Сегодня Рашистская Федерация снабжает их газом, нефтью, топливом, продовольствием, деньгами. Это все Россия фактически на сегодняшний день является кормилицей Талибана. И Талибан сегодня держится у власти, потому что имеет полную поддержку во всех экономических и финансовых вопросах со стороны Рашистской Федерации. Так вот, они так и пишут, что рашистские власти давно поддерживают контакты с Талибами, делегации Талибана регулярно приезжают в Москву. 15 мая талибы посещали форум «Россия. Исламский мир» в Казани. Тем не менее, Талибан продолжает оставаться запрещенной как террористическая организация. Так вот, МИД России сейчас сообщил, что Москва направила приглашение на очередной форум, Петербургский международный экономический форум, который западные участники игнорируют, а вот Талибан, любимый Талибан приезжает. И они опять направили им приглашение. Поэтому считают, что в Рашистской Федерации Талибан надо разрешить, вычеркнуть из списка запрещенных, сказать, что разрешить. Ну, как Лавров сказал, Лавров сказал, хорошие ребята, неплохие ребята, талибы, неплохие ребята. Так что ждите, скоро главным союзом, очередным новым партнером Рашистской Федерации будет движение Талибан. И станет, наверное, самым любимым и самым желанным гостем в Рашистской Федерации. Ну что ж, вот такой выпуск сегодня получился, такой обзор постарался охватить и субботу, и воскресенье. Событий очень много, особенно на фронте. Не совсем благоприятных для нас, но, тем не менее, тяжелые времена всегда сменяются более белой. Черная полоса всегда сменяется белой полосой. Тяжелые времена проходят, и мы надеемся тоже на это. Западная помощь продолжает идти. Поток техники, боеприпасов, вооружений идет в Украину. Новые пакеты помощи оглашаются, то есть он становится непрерывным. И мы надеемся, что мы все-таки разгребем эту ситуацию и переломим ее в свою пользу. Ну что ж, на этом я благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно, напоминаю, тем, кто не подписан на мой канал, пожалуйста, подпишитесь. Те, кто смотрит это видео, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть большее количество людей. Также напоминаю, что юридическая компания «Консультант» ждет обращения военнослужащих и членов их семей по проблемным вопросам, как прохождения службы, так и выплат военнослужащих, различных выплат военнослужащим и членам их семей. Первая консультация бесплатная. Но вам дадут основные реперные точки, как решить вашу, или основные тезисы, как решить вашу проблему. Дальше вы определяетесь сами, получать у этой компании юридическое сопровождение или двигаться самостоятельно. Так что обращайтесь, реквизиты или контакты этой компании вы найдете в описании к этому видео. Ну а от себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силу обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!